друзья всем привет с вами наталья канал садовой фантазии если в кадр попала лопата это значит я продолжаю свои переделки в саду что затеяла на этот раз затеяла реконструкцию вот здесь вот этой входной и парадная зона у меня здесь расположены зона отдыха около беседки вот здесь частично будет сделана реконструкция она уже началась летом я здесь делала посередине сейчас пока не видно сделала посередине газончик что хочу сделать сейчас здесь меня проходит полоса из газона слева вдоль дорожки я собираюсь всю эту полосу из газона убрать вот аж до самой ту и уберу вот эту полосу из газона здесь как раз у меня проходит дорожка здесь и все вскопаю естественно с перебором всю траву выберу все корни и частично я уже начала это делать вот как раз небольшую часть я тоже вскопала вот кстати газон уже в кадре который я конце августа делала и что хочу еще вот здесь сделать вот эту часть дорожки я хочу разобрать эта дорожка уложена на песчаную подушку и в общем она уже в основном держалась за счетом газона с левой стороны вот этот газон и трава которая прорастала в швах вот по сути она и удерживал вот эту дорожку она здесь пролежала у нас 2014 года вот там видно песчаное основание дальше там шел видите слой цемента и на цемент была уложена вот эта дорожка и ну в общем если класть вот таким вот легким способом на песчаную подушку то конечно дорожки со временем начинают потихоньку разваливаться если они сделаны в газоне то газон конечно их удерживает хорошо если газона нет то в общем все это дело надо перекладывать но и у меня по плану вот здесь в принципе дорожка по сути уже никакой роли не играет она дублирующая можно ходить по другим дорожкам поэтому я ее отсюда сейчас убираю покажу вам кусочек процесса вот видите я дошла до песчаной подушки сняла сначала плетняк потом под плетником смотрите вот такой вот такой вот видимо клали на цементную смесь какой-то цементную смесь эту клали на песчаную подушку сверху укладывали плетняк в общем все это недолговечно все это разваливается и вот семь лет я все думала боже наверное эти дорожки очень сложно разбирать вообще ничего подобного пять минут и дорожки нет зато вот видите есть эти бетонные шлепки ну и плетняк я уже убрала друзья и маленький кусочек сейчас еще покажу вам процесс работы но вот опять возвращаюсь до песчаная подушка сейчас все я вот это буду вскапывать смешивать землю и вот здесь вот по левому краю у меня на русский зелень горизонтальный я с ним здесь очень очень намучилась потому что он довольно таки активный кустарник разрастается очень хорошо но все-таки его нужно использовать на правильном месте это как какие-то на склоны подпорные стенки где он действительно показывает всю свою красоту растение очень красиво очень и в общем выбрасывает совсем я его не буду хотя бы не представлять как сильно я его обрезала то есть я прямо буквально выкидываю целую тачку побегов вот оставила несколько уже укренившихся взрослых кустов вот в частности как этот и пока посажу в прикоп но потом в дальнейшем думаю что красна подпорной стенке они найдут свое место друзья но думал встречу с вами в самом конце уже но вот минут 20 выкапывала вот это взрослое растение вот это тот самый кизиль не горизонтальный про который я говорила и сейчас у многих из вас будет просто шок потому что вот этого красавца я сейчас выброшу и знаете почему то что растение теперь спасти будет крайне крайне сложно я пробовала делать это несколько раз и каждый раз вот такой вот результат меня снова ждал видите здесь из центра куста растет трава вот вот это растение спасти уже просто нереально или просто надо промывать корни и каждый корешочек тоненький выбирать но если останется хоть маленький корешочек этой травы он снова прорастет в той же самой середине куста и в общем все начинать сначала поэтому вот смотрите ох ой вот такой вот взрослый здоровенный кустище тяжеленный еле выкопала его и все сил моих больше нет я его выбрасываю но у меня есть молодые саженцы как они не такие уж и молодые то есть прям уже хорошенькие сформированные взрослые растения слава богу там нет кустов в кустов травы в середине куста поэтому те растения оставляю а это выбрасываю друзья работа закончена предлагаю посмотреть что получилось я стою у входа и теперь от самой калитки видите часть дорожки убрана раньше здесь можно было ходить а теперь здесь я планирую посадки я хочу пересадить гортензию с правой стороны прям white и сделать вот такую однородную посадку из гортензии аннабель здесь будут два больших куста они будут сразу от входа закрывать вид на беседку на зону отдыха а вот здесь вот как видите справа и с левой стороны у меня уже сделана живая изгородь эскизильника и я продолжу посадочку здесь вот еще наверное ну скорее всего один кустик еще поместится здесь кстати посадка эскизильника блестящего двухрядная поэтому живая изгородь здесь будет такая ну довольно таки широкая и за ней сразу будет располагаться посадка из ириса бородатого ну и далее вот посадка из таких вот такая моно посадка из гортензии аннабель дальше сейчас очень хорошо видно вот этот изумрудный прямоугольник из газона ну и дальше вот видите дорожка туда идет до самой лавочки прямо и вдоль дорожки я полностью скопала вот эту вот часть бывшего газона с этой части тоже хорошо видно что вскопана вся полоса вдоль дорожки с правой стороны а далее смотрите я оставила вот такой вот площадочку из газона но честно сказать я в раздумьях убирать ли мне дальше полосу из газона с правой стороны вот до самой лавочки или оставить ее потому что на самом деле газон очень хорошо держит вот эту дорожку на песчаном основании которая все-таки частично уже начала разваливаться то есть в общем ее по-хорошему надо ремонтировать но нет лавочки быстренько еще покажу вам что получилось чем я пока в раздумьях что я планирую дальше уже весной сделать вот эту посадочку который вот здесь вот в центре у меня осталось из форзиции из гортензий вот этот пятачок я тоже его планирую убрать перемастить часть дорожки вот этот полукруг сделать его ровненьким по под углом 90 градусов чтобы получился ровный прямоугольник из газона вот забралась в кусты чтобы показать вам вот этот прямоугольник из газона я хочу продолжить и получится здесь такая площадка не площадка но действительно прямо прямоугольный газон и вокруг него будут располагаться уже посадки так ну и наверняка у вас возникнет вопрос зачем вообще я всем этим занимаюсь друзья я стараюсь уменьшить работу в саду работа всегда хватает даже в малоуходном сад саду как бы тут не стоит думать о том что работа у меня не будет но благодаря вот таким вот уже продуманным посадкам продуманному планированию работа будет проходить очень легко согласитесь покосить газон который заключен окаймлен дорожкой гораздо проще чем выкашивается газон на котором в середине растут растения это очень сложно и вообще вот в этом году я прям оценила вот эту сложность работы если как бы вы считаете что вам не сложно окашивать вокруг каждого растения газон то для меня например это затруднительно и в общем вызывает только негативные эмоции поэтому я стремлюсь к упрощению работ пишите в комментариях что вы думаете вообще по поводу всего того что происходит у меня в саду будет очень интересно почитать даже если ваша точка зрения кардинально отличается от моей всем разные всем по-разному смотрим на сад поэтому точки зрения тоже могут быть разными все друзья заканчиваю всем спасибо за внимание и всем пока пока